Все гниет, тут здесь все обито из дорогого дерева, здесь реально нужен капитальный репорт Давай Лара, соберись, тебе просто чудится И всем привет, дорогие подписчики канала Амбролатейшн Корпорейдер, на связи с вами ваш Альберт и Эскер, Лара Крофт, Азов Томбрейдер, Блад Тайлз, они же Кровные Узы И мы под прекрасной исполнением классической музыки в библиотеке Крофт с мастером ключа после прекрасной экспедиции по повестью Крофт в проклятом подвале Реально пропитан, давно Жанна Убису был Рекомендуйте, посмотрите, если не смотрели Ссылочка, если что, прямо над моей головой Так что не говорите, что вы ее не видели, я знаю, что вы ее не видели И мы отправляемся в дальнейшее исследование повестья Давай сразу будем все открывать Кажется, в библиотеке остались еще подсказки Мы найдем сейчас все, Лара, но сперва откроемся двери Эх, как я обожаю эту мелодию Реально, ребят Я надеюсь, что она здесь есть в снятом формате Я имею ввиду, как в формате mp3 файла в игре Я ее хочу себе скачать На день рождения я охотилась за короной фараона Сколько мне тогда исполнилось? Шесть? Восемь? Кажется, этот иероглиф означает число Но какое? Египетская корона Вот Вот Мы нашли Мы нашли две подсказки Ладно В папиных подсказках упоминаются мамины картины И годовщины их свадьбы Надеюсь, в западном крыле найдутся ответы Это выход, да? Ну, а я еще пока по библиотеке хочу походить Хе-хе-хе-хе Ларри Крофт ничто не угрожает Эй Кто за... Ну, я тебе сказал музыку вырубить Ну-ка, врубайся Я буду ее слушать Загадки прошлые Отключите реликии с цифрами комбинаций Из студии главной спальни Мисс Лара Я взял на себя смелость приготовить поднос Раз уж обе пошел не по плану Вдобавок к обычным блюдам Я включил еще пару лакомств Буду крайне признателен Если это останется между нами Я убежден, что этот вечер требует чего-то особенного Простите мою вольность Но ваш быстрый уход из-за обеденного стола Позволил мне предположить, что вы обеспокоены И я решил немного вас порадовать Я давно уже знаю вашего отца Сила его увлечения может порой испугать Но я вижу и в вас отголоски той же самой страсти Вы гораздо больше похожи на него, чем сами полагаете Не смейте сомневаться Он любит вас больше, чем все свои исследования Больше, чем свои артефакты Больше, чем что-либо в этом мире Бури имеют свойство заканчиваться И завтра небо снова будет голубым и ясным Когда закончите, будьте любезны оставить поднос снаружи Будьте покойны С уважением, Уинстон Настоящий преданный друг семьи Вот товарищ семьи, вот серьезно Я бы хотел, чтобы у меня Хотя бы только Уинстона была бы во всех моих родственниках К сожалению, такого нету ни в ком Я знаю, что они, скорее всего, увидят Так что хотя бы пусть хоть учатся у кого-нибудь Ой, Уинстон, светлый человек Отлично, открыли проход О, что-то есть Вот-вот тут, видите? Но достать я это не могу Жалко, конечно Ну ладно Может потом еще нужно будет доставать Это короткий путь Мы открыли Но ломика у нас нету Поэтому лом нужно будет еще искать О, медведь Красавец-то какой большой Так, ладно Здесь намного еще с вами нужно рассматривать и растапливать Сразу давайте кабин разожжем Здесь все заколочено, запетонировано, закрыто, заширено Так, у нас с вами Мы с вами уже нашли одну подсказку Давайте сразу их еще раз посмотрим Смотрите Подсказки Поместье кров Бога ради Запомни комбинацию Старый дурак Сокровище из экспедиции Лары Моя любимая картина Написанная Амелией Нету День годовщины нашей свадьбы Отсутствует Давайте смотреть первую цифру Чтобы не забыть Я, наверное, даже В наименовании включу Так Дневник Амелия Уинстон Сообщение Доспехи Имение кров Письмо Ионе Вопросы Уинстон Место имения кров Экспедиция рождения Экспедиция сюрприз Так, не очень никто Маленький Адл Место имени кров Буря миновали Так, значит В артефактах должно быть Египетская корона На день рождения Я охотилась за короной фараона Вот Сколько мне тогда исполнили А на этой доске Так Лис с иероглифами Вот оно Пять Пятерка Пятерочка Начинаю с хорошей цифры Мне нравится Это, конечно, не семь Но Тоже плохо Тут что у нас Я вот тоже думаю Сделать собственный герб Фамильный герб У нас У моего боярского рода Было В свое время Но Из-за того, что Отец погиб Я не знаю Какой он был у нас Скорее всего Информация о нем Уже утеряна Окончательно Поэтому Я думаю Лучше, наверное, Сделать собственный герб Но этот день Кенч стоит Ну ладно А, кстати Я у Ричарда Протом Оттопление Включал Вот здесь не включал Это проход Нужно обыскать имение И найти подсказки К комбинации То есть Я не могу Сразу Вести Подсказки Да Отыщите Реликвии С цифрами Комбинации Студия Да все найдем Не переживайте Я вот так Сейчас быстренько Осмотрюсь Может быть Что еще найдем Мне почему-то кажется Что здесь Я что-то еще не нашел А, кстати А чего это мне кажется Я же могу это посмотреть Ооо Сведения об области Реликвий А, это по вс... А, у вас не разделено По зонам-то Вот это немножко обидно Хотя, с другой стороны Это и хорошо Потому что Так Ооо Не будет такой вот Выискивай, выискивай А вот так Понимножку ходи И узнавай В принципе, тоже неплохо Музгу, пожалуйста Ребят Вот живо сейчас Смотрите Не на меня Не на Лару А вот В нижний Левый угол Экрана И даже за принтскринью Это Может я включу это Вы посмотрите Какое слово Вы там видите Свобода Такие Мелочи Никогда бы не стали Русифицировать Это настоящая Это настоящая Советская Это настоящая Советская газета Ричард Крофт Оказывается Ее тоже читал Респект Мистер Крофт Респект Большущий респект Вот реально Так, ладно Идемте наверх Стюльку сейчас Глотну Эх, угадайте С каким вкусом В комментариях Жду ответы Так, здесь мы все Вводим Так, сейчас Быстренько все Обойду, смотрю Может быть что-то Я еще не нашел Здесь Точнее, не открыл Тут все было найдено Просто надо открыть Атлас Демар Вообще, почему назвали Дядьку Атласом Я понимаю Если бы он бы Географией занимался Ну, планировали Его географический Мост Где же Не географический Мост Итак Да Походу Баба Яга Сюда заезжала В гости Лара Ты хоть бы Не запускал бы Ее в это крыло Кошмар Последствия пожара Плюс Все гниет Все гниет О После гибели Амелия Поместье Сильно изменилось Повсюду Тусклый свет И невыносимая Тишина Лара Лара Ускользнуть От нее Я закрою Западное крыло На время Пока живу В этом доме Там все Останется Таким Как при Амелии Возможно Когда-нибудь Лара найдет Там ответы На свои вопросы Ну Учитывая Что Ты оставил Его Без присмотра Здесь уже Не осталось Все как при Амеле Тут все гниет Ничего не ремонтировали Вообще Так Сюда пока не идем Я думал Тут что-то отдельное Кошмар Вода Хлещет Все гниет Тут Здесь все Обито Из дорогого Дерева Здесь реально Нужен капитальный Реф Давай Лара Соберись Тебе просто Чудится К тому же Это тебе Не подземелье Крофтов Мамина студия Папа запечатал ее Сразу после ее смерти Наверное Ему не хотелось Здесь ничего Тревожить Милорд Мы все Надеемся Что ваша работа Получила на конференции Достойный прием И с нетерпением Ожидаем Вашего прибытия Домой В очередной раз Мне бы хотелось Привлечь ваше внимание К инциденту Имеющему отношение К нашему маленькому ангелу Что на этот раз Похоже, что Лара Стала объектом Насмешек со стороны Девочек в школе Насколько я смог Выяснить Некоторые юные леди Дразнят ее за то Что она Похожа на пацана Вам ли не знать Какой становится Лара Если ее загнать в угол Скажем так Больше они ее Не побеспокоят Но полагаю Что их слова Произвели определенный эффект В последнее время Ларри Очень недостает Матери Она переживает Что не похоже На остальных девочек Учитывая Что она растет Под опекой Лишь отца Некоторое отчуждение От сверстниц Вполне ожидаемо Я подумал О вашей новой знакомой Анне Если я не ошибаюсь Возможно Она смогла бы Оказать надлежащее влияние Может быть Стоит привести ее В имение И познакомить с Ларой В любом случае Вам решать Когда для этого Настанет подходящее время Желаю вам вернуться Целым и невредимым С уважением Уинстон Эх Она Она Жалко Что ее застрелили Что? Это не спойлер Если вы не смотрели Финальный эпизод Это уже ваши проблемы Как говорит моя сестра Эх Но Конечно Я не согласен С мыслом Знакомить все-таки Лару с Анной Годы шли А тут ничего не было Ну не знаю Все гнил Все гниет Должно быть Я недостаточно Тщательно осмотрела студию Сейчас Сейчас Смотрим Лару Сначала мы зайдем В спальню Студия Последок будет у нас Должно быть Именно это путешествие Помогло мне Принять решение Я смогла увидеть Ричарда В его стихии Увидеть как лучшие Его качества Так и худшие Я испытала чистоту И хаос Его истинной страсти И поняла Что хочу Чтобы эта страсть Была в моей жизни Каждый день Свершилось Ричард хотел подождать Еще четыре дня До моего дня рождения Но я и слушать не стала У меня слово С делом не расходится Так что мы нашли В луксоре Прелестную маленькую часовню И обручились там В лучах Заходящего солнца Рот и остальные Наши друзья Были свидетелями Мать никогда Меня не простит Атлас навеки Меня отвергнет Но мне уже Все равно Я свободна От всех обязательств Перед семьей Уважаю Теперь я вольна Следовать своим страстям Жить собственной жизнью В окружении тех Кто меня поддерживает И вдохновляет Что бы ни принесло Мне будущее Я жду его с нетерпением Уважаю Уважаю Завтра мы с Ричардом Возвращаемся в Лондон Уже как Читокрофт Будем прокладывать Наш путь вместе Респект Вот это То что я и говорил В предыдущем Эпизоде Ребят Если кто смотрел Предыдущий эпизод Если не смотрел Пересмотри обязательно В общем Респект Амелия Респект Послала свою родню В гребаную Адскую задницу Пусть там и сидят Правильно 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 Респект Мое уважение Глубочайшее уважение Душа нас Меня переполняет гордость Амелия ждет ребенка Поразительно Как все в жизни Меняется Из-за столь Простого события Мы не знаем Пока мальчик Или девочка Но мы уже думаем Как назвать Может Бенджамин Так звали Моего дедушку Или может быть Гриффин Он был еще Более известным Крофтом Чем даже я Нет Амелия будет Против Кроме того Она уверена Что родится девочка Амелии нравятся Классические имена Вроде Скарлетт Или Кейт Хотя я постепенно Убеждаю Выбрать Лара Это намек На бога солнца Ра Поскольку ребенок Явно был зачат Когда мы находились В Египте Я часто Думаю О новой личности Которую мы Вместе создали О том Насколько она Будет похожа На нас Несмотря на все Мои исследования И легенд О бессмертии Я возможно Проглядел Самый очевидный Ответ На терзающие Меня вопросы Мы живем В наших потомках Наши гены ДНК Наш опыт Передаются Из поколения В поколение Возможно Это и есть Истина Вечной жизни А я был Просто слишком Упрям Чтобы ее Принять Отчасти Это правда Отчасти Так оно и есть Генетическая память Наша Передается Нашим следующим Потомкам Возможно Папа Сам того не зная Открыл секрет Бессмертия Наш Открыл-то Он давно существует К сожалению Жалко что это Не вечная жизнь Полноценная Мамино обручальное Кольцо А я то думала Что с ним случилось Она здесь лежала Мне кажется Здесь где-то Должна быть Дата Надпись Почти стерлась Ну-ка Ага Вот Вижу 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 Йос Твои О Пусть Будутся Твои Мечты Красивое Название Я разглядел Я разглядел Надписи Не уверен Спасно что Это Мамины духи Какой знакомый Запах Навевает Воспоминания Эх Тебя была нормальная Мать Лара Вот серьезно А это что у нас Знакомый Кулон Папа подарил Его маме На день рождения А когда он был Вычитаем Четыре Получается Девять Четыре Вычитаем Четыре Амелия Сама Сказала Значит Девять Пять Значит Смотрите Пять Это Подарок Лары Потом Картина И Свадьба Свадьба Была Свадьба Была Тринадцатого Вычитаем Четыре Девять Получается Пять И девять По краям Серединку Сейчас найдем А это что у нас Мама В день свадьбы Какая красавица Лара Ты так На нее Похожа Реально Посмотрите Египет Кстати Между прочим Тут Дата Октябрь Черт Числа Выцвели Да ладно Да ладно Узна Да ладно Девять Да нашли Уже Лара Это же Папа Похоже Это семейная Традиция Но что Вы с меня Такой Слепили И подумать Смешно Почему Ты являешься Графиней Давай Сделаем Я бы себе Тоже Блюдо Сделал Между прочим Вообще Кстати Хорошая Традиция Было бы Здорово Это память Предков Как ни крути Жалко Что со своего Отца Я не смогу Смерть Из всего Что он Сделал Зачем Ты рассказала Ему Об экспедиции Мне Было тяжело Нужно было С кем-то Поговорить А Атлас Все-таки Мой брат Я ему Не доверяю Ричард Я этого И не прошу Ну пожалуйста Доверься Мне Прости Дорогая Но я его Знаю Он все Разболтает Газетчиком И мы Лишимся Инвестор Тогда Отправляйся Без меня Сегодня же Я все Улажу С Атласом И через Неделю Приеду Я была Такой Маленькой Но я До сих пор Помню Эту ссору Родителям Иногда Приходилось Очень тяжело Вот Что Оно Случилось Все Помните Я в прошлом Эпизоде Говорил Что Амелия Точнее Ричард В своем Дневнике Писал про то Что Амелия Ушла Пока Он увлекся Своими Исследованиями Она Ушла К Атласу Он Об этом Жалел Я думал Здесь Подавился Когда Шок Правды Нахлынувает Сюда Сдыхаюсь Обидно Конечно Реально Но Что Поделаешь Кажется Кажется Это Папина Карманные Часы Остановились Точно На полуночи Ирония Забавно Что Ты Это Все С Таскаешь Прием Так О Амелия Была бы Против Одного Этого Хватило бы Для Разрыва Отношений Но Таким Уж Меня Создал Господь Упрямым Глупцом Я Запер Все Двери Западного Крыла Я Не Собираюсь Открывать Пока Не Придет Конец Моей Жизни Или Моему Упорству Прошлым Вечером Рот Сказал Мне Что Когда Нибудь Я Передумаю Он Сказал Что Подобно Сломанной Руке В гипсе Душевная Рана Когда Нибудь Залечится И мы Снимем Гипс Чтобы Снова Полноценно Жить Эта Метафора Привела Меня В ярость Уж Очень Неуклюже Рот Уподобил Нашу Потерю Временному Неудобству В его Грубых Словах Содержится Мудрость Но Я Сделал То Что Должен Был Сделать Возможно Когда Нибудь Лара Распахнет Двери Чтобы Снова Впустить Солнечный Свет Может Быть Она Найдет Умиротворение В этом Доме Я Понимаю Что Отцу Было Не по силу Смириться С тем Что Произошло Но Я Должна Открыть Западное Крыло Жизнь Продолжается Ну Хотя Бо Это Старьё Ещё Работает Отца Старьё Это Что То Довикое Ладно Давайте Открывать Потом Пошлём Вот Дем Арне Куда Подальше Ничего Не Смирится Я Сражалась Со Скептицизмом Своей Семьи Сражалась За Ричарда И нашу Любовь Но Стоило Мне Поселиться В имении Крофт Как Появились Сомнения Сможет Ли цветок Любви Прорасти В этих Мрачных Напоминающих Пещерные Своды Залах И бесконечных Коридорах Неужели Я сделала Ужасную Ошибку Как Жи Я счастлива Что Ошибалась Ричард Познакомил Меня С имением Моим Новым Домом При помощи Игры Первый Ключ Состоявший Из пяти Перепутанных Слов На разных Языках Указывал Направление Второй Ключ Пустой Свиток Пергамента На кухне Тепло Свечи Помогло Обнаружить На нем Послание Написанное Лимонным Соком Я Следовала Его Подсказкам Шаг за Шагом И пока Я Разгадывала Его Загадки С моего Лица Нисходила Улыбка Наконец Я Дошла До Развязки Над Лужайкой Он Натянул Белый Балдахин И устроил Пикник Мы Смеялись Ели А все Мои Сомнения Растаяли Вместе С утренней Дымкой Любовь Может Выдержать Все И Выдержит Ричард Молодец Игровой Формат Выбрал Вот Реально Если хотите Чтобы девушка Вас любилась Играйте С ней Как С Котенком Тогда Она Будет Ваши Новики Молодец Пап Знал Как тяжело Ей было Принять Это Решение И помог Ей Сделать Это Пишет Лар Реально Да Пикап Обычный Пикап То есть Ничего Такого Существенного Почти получилось Доченька Вот Дай-ка покажу Вот так Видишь Отлично Лара Очень Хорошо Интересно Какой Была бы Моя жизнь Будь Она Жила Ну Точно Ты бы Не была Ларри Кроф В нашем Естественно А что Здесь Не хочешь Зажечь Надо Оттопить Это Обещение Тут Такая Сырость Это Кошмар Не помню Этого Момента Жаль Я ничего Об этом Не помню Мама Умерла Такой Молодой Да Уж Как И мой Отец Мама И Я Впервые Вижу Эту Фотографию Какой Я была Маленькой Заметьте Кстати У нас Сзади Отображается Все Вот Буквально Все Ой Красота Мамина Картина Какая Из них Была Его Любимой Сегодня Я возвращалась Домой Чтобы Забрать Свои Картины Наверное Стоило Написать Я Возвращалась В дом Родителей Атлас Я Я Рассматривала Свои Картины Ричарду Больше всего Нравится Та Абстрактная Что с Красными Прямоугольниками Я Представляла Себе Как Подарю Ему Ее И Улыбалась Я Была Счастлива Я Ехала Домой В Поместье Крофт Уже Правильно Сказать Который Стал Ее Настоящим Домом Вот Видите Как Проявляется Родня Эгоистичная Родня Красные Прямоугольники Любимая Картина Папы Может В ней Есть Подсказка Комбинации Четыре Теперь Я Смогу Открыть Сейф Кабинете Пять Четыре Девять Давайте Вот Это Сделаем Фотку Да Фотку Фотку Фоточку Не знаю Вроде бы Неплохо Но Че таки Хватает Но Наверху Еще Что-то Есть Давайте Полозаем Пять Четыре День Комбинацию Мы Уже Знаем О Пожалуйста Пусть Будет Лом Это Использовалось На выставке Маминых Работ В Лондоне Все Бы Отдала Чтобы Там Побывать Тут Написано Амелия Крофт Собирается Устроить Выставку В Нью-Йорке Интересно Чем Дело Кончилось Мне тоже Любопытно Кстати О Сейчас Наверное Узнаем Лара Лара появилась На свет Этой ночью Не без проблем Конечно Но все В порядке Она Прекрасный Здоровый Ребенок В жизни Не видела Ричарда Таким Счастливым Уверен Он празднует Эту ночь С бокалом Своего Любимого Виски Так Спокойно И мирно Лишь Мягкий Шепот Дождя Да Тихое Нежное Посапывание Новые Жизни У меня На руках Лара Лара Крофт Дорогая Моя Дочка Выразить Словами Мои Чувства Очень Сложно Между Нами Связь Такая Сильная Я И ожидать Не могла Любовь Настолько Чистая И 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 Куда Возможно Отталкивать Но Если Вы Не Мегеры То И Не Отталкиваться Как Говорится Очень Легкий Принцип Определения Как Хорошо Что Осталось Только Маминых Полотен У Меня Больше Вопрос Где Мне Найти Лом Реально Вопрос Остался Реально Мне Лома Не Хватает Там Внизу В Подвальных Помещениях Есть Ооо Как Странно И Красиво Там Внизу У Нас Есть Это Как Там Его Два Шкафа Который Я Открыть Не Мог Без Или Там Ключ Нужен Хотя Нет Там Лом Требовался Так Вот где-то Вот здесь Проход Был А Черт Надо Теперь Открывать Паново Ему Что Ладно Давайте Искать Тогда Лом Здесь Определенно Должен Он Быть Это Нас Получается Финал Потому что Мы Сейчас Во-первых Будем Искать Лом Однозначно Или Может Они Так Откроются Лом Но У меня Его Нет И Где Я Его Достану И Зачем Здесь Такой Угол Слишком Много Вопросов Слишком Много Вопросов Давайте Сейчас Еще раз Пройдем Быстренько Вот Здесь Может Я Где-то Здесь Упустил А Быстро Пройдем Подвальчик Сам Как раз Выйдем Куда Куда Мне Надо Так Что Не Проблемно 5 4 9 Если Что Я Помню Интересно Здесь Была Вода Когда Они Проходили С Ларой Ричард Интересно Вопрос Реально Или Здесь Не Было Так Уже Такой Грязи Сдак Вопрос Реально На засыпку И он Открыт Возь Что Мне Кажется Что Где-то Здесь Должен Быть Лом Может Я Просто Его Упустил Тут Тут Даже Тележка Есть Тележка Ладно Возьмем Тележку Кошмар Если Увы Стоп 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 А Все Разрушено Все Побито Кошмар Отдавить Низу Тоже Что-то Витрежин Вот Этих Ящиков Однозначно Говорю Вам А может Это не Конец Может Там Понадобиться Лом Ничего Что-то Что-то Открыли Как вариант Не исключено Давай пошумим еще Стоп Вот еще Три Нам нужно как минимум Три шкафа открыть с помощью лома Лома у меня нету Здесь нету Здесь нету Вот так вот На другую разоспадку возьму На предыдущий эпизод И все же Неужели нет нигде лома Просто реально здесь мы все с вами пошли А лом не находил Ну-ка Ну это зона библиотеки Это мы в нижней секции Я просто Слушайте Поместье оно большое То есть я понимаю Примерно его Размеры Понимаю где что Примерно находится Жалко что здесь Только одна карта А не многоуровневая Переустроить бы Поместье Мне было бы очень легко Таким образом Если бы была такая возможность Но лома нету Это офигенно Ладно 549 Идемте открывать 549 Или вы думаете что Я такую красоту что ли оставлю А что у тебя там Ничего важного Лара Всякие документы На поместье Так если они Не важны Зачем прятать их В сейфе От тебя ничего Не утаишь Верно Там действительно Есть кое что Важное для тебя Возможно Когда нибудь Оно тебе понадобится Ну Я на тебя Рассчитываю Папа Я тоже Ладно Я нашла все подсказки Пора решить Эту головоломку Ну решаем 549 Отпечаток ладони Лары в глине Маленький такой Нет Кажется это не то Я не нахожу слов Воли едва хватает Чтобы не поддаться Страшному горю Самолет Амелии Разбился в горах Она погибла Одна Окруженная снегом Надеюсь Что я спасу ее Господи Только не она Только не сейчас Я не могу С этим смириться Жизнь без нее Будет для меня Мучением Я знаю Что надо сделать Я настроен решительно Я верну ее К жизни Возможно Именно за этим Я сюда пришел Возможно Это судьба Испытание Моей веры В истину Которую я Так долго ищу Род будет против Но Как быть с Ларой Я не смогу Смотреть ей в глаза Если не попытаюсь Я должен попробовать Вернуть Амелию К жизни Монахи готовят Эликсир Скоро я узнаю Не напрасно ли Потратил столько лет На поиски Этой истины Стоп Она же Вроде Как Пропала Без вести Даже если Ты Ричард Приготовишь Эликсир Тебе нужно Тело Мне же как-то Странно Что ты наделал Продолжение Папиной книги О бессмертии Ему так и не удалось Ее опубликовать Рукопись Это единственная Копия Надо будет Сохранить Черт И это не то Я была уверена Что завещание Тут Стоп А это что? Мне кажется Как раз таки В одном из этих Трех ящиков Одой хранится Хм Пустая страница Хе-хе Ну да Конечно Папа должно быть Оставил ее для меня Наверняка Что-то важное Скорее всего Это и есть Те самые невидимые Чернила Скрытое послание Что это за странные отметки Должна быть Подсказка Так Ага Это Это символы пароля Это символы пароля Ричард Ты гений Так Давайте Смотреть Поначалу Так Угу Так Это цифра Буквенный Код Один Надо как-то Знаете Их сопоставить Чтобы Вышел рисунок Так Какой-то Непонятный Символ Один Точный Египетский Вот это Точный Египетский Чистый Лис Проявлен Текстом Так Надо Сначала Вернуться Вниз Идемте Там Скорее всего Пароль У нас Так Нет Нет Не он Мне нужен Лом Подождите Так Чистый Лис Проявлен Текстом Вот Смотрите Здесь Шахматная Зона Коридор Здесь Сбоку Должен быть Вход И пароль Да Иду Немного Не тем Путем Которым Мы Ходили Ранее Но не страшно Какая резница Каким Идем Сколько баллов Сколько Конструкции Прямо Под основной Зоной Вот Я понимаю Уинстон Пытался Как-то Все дело Скрипить Чтобы Это не Обрушилось На их голову Но В любом случае Здесь реально Нужен Хороший Ремонт А это Надо А это Прямо Надо Опорной Балки Старикан Потому что Это так Дорого Будет Но в любом случае Это надо Сделать Весь Груд Еще Размыт Это Кошмар Вот тут И А Ясно Ричард Ричард Ты гений Он Спрятал От Атласа Все документы Он знал Что Лара Найдет Это место Вот почему Ричард Поддержал Гей Уинстона Он хотел Чтобы Лара Помнил Этот момент Ричард Ты гений Я тебе Расую Сейчас Скрытое Послание Так Последняя Цифра Это Птица Аист Пустая Страница Так Лисы Иероглифами Вспомнила В древнем Египте Каждому району Соответствовал Символ и число Вот Я всегда Предпочитала Эти знаки Иероглифом Чисел Я их Запомнил 1 4 2 1 4 2 Так Зашла Какой-то Пароход Есть Ричард Ты гений Вот тебе И тайный Подвал Лара Крофт И тайная Комната Ребят Что ж Надеюсь Вам понравилось Сегодняшнее Прохождение Лайк Комментарий Подписка На канал Дискорд ВК Днр Телеграм Ссылочка Все в описании Ну а с вами был Альберт Лескер До скорой Всех встречи Всем пока И увидимся В Ларикрофт И тайная комната Повторение Почему повторение Потому что у нас уже была Тайная комната В Ларикрофт Ледженд Обязательно посмотрите Такая прекрасная Гигантская змея Там была Черт Надеюсь Здесь нет Гигантской змеи Ладно Удачи Субтитры Субтитры